ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погода внесла свои коррективы. Чем фермеры будут кормить зимой крупный рогатый скот? Что мы видим? Практически все. Гибель полная. Последний месяц лета пройдет по-новому, что изменится в России в августе. Стало приятно для посещения. Сегодня в Кирове после ремонта открылось одно из подразделений поликлиники номер 6. Клиника диагностического центра по адресу Ленина 150. На открытие приехали первые лица области. Они отметили, что здесь соблюдены все принципы бережливой поликлиники. Внутри располагаются процедурные и прививочные кабинеты. Работают врачи-педиатры, а с сентября выйдет и врач-невролог. Кроме того, поликлиника оснащена необходимым оборудованием. Работает электронная очередь и информационные терминалы. Здесь же можно записаться на прием к врачу в другие медицинские учреждения области. Временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев дал свою оценку обновленной поликлинике. Общая оценка, наверное, отличная. Я надеюсь, что она с вашей тоже совпадает, то, что вы сегодня увидите. Здесь есть, собственно говоря, несколько составляющих. Во-первых, это великолепный ремонт, который сделан за очень короткий срок. Второе, то есть то, что мы сейчас услышали, что здесь появятся дополнительные специалисты в ближайшее время, в сентябре месяце, дополнительное оборудование. Великолепный ремонт сделан и на другом объекте. Сегодня чиновники впервые презентовали новую школу на тысячу мест в микрорайоне Зиновы. Несмотря на то, что здание было построено еще в декабре, вплоть до августа там велись отделочные работы. В остальных школах Кирова тоже готовятся к новому учебному году. Но со школой нового поколения их пока не сравнить. Тему продолжит Анастасия Шерстнева. Пока на этом поле поиграть в футбол не получится. Но спустя неделю здесь уже появится искусственный газон и ворота, обещает подрядчик. Причем такого поля больше нет ни в одной школе Кирова. Все дело в том, что в микрорайоне Зиновы построили учебное заведение нового поколения. Увидеть преимущества этой школы сегодня пришли и городские власти. Школа готова сегодня на 100%. Укомплектована оборудованием, дидактическими материалами, учебниками. Оборудование очень современное и, конечно, с ним надо работать не один год, чтобы это освоить и чтобы был результат работы. У нас уже были представители Министерства образования Российской Федерации. Они о очень высоком уровне оценили эту школу и сказали, что это одна из лучших школ, построенная по программе, по которой мы начали работать в прошлом году в Российской Федерации. Здесь просторные кабинеты с новой мебелью и проекторами, музыкальный класс с барабанами и фортепиано, а также спортивный зал с инвентарем и специальным линолеумом. Кроме этого, из очевидных плюсов в школе построен бассейн. Все испытания уже прошли и 15 августа мы запускаем воду. Понятно, что будет еще генеральная уборка помещений. Свой псевдобассейн есть и в школе номер 65 в Нововятске. Правда, поплавать в нем не получится. По словам директора, вода в подвале стоит круглосуточно. Нам все дело, поясняет Лев Шибанов, в плохом уходе за трубами, которые принадлежат КТК. Трубы закрывают. Если вы на улице идете, они чем-то закрыты, какими-то утеплительными материалами. Поэтому все, что находится здесь, оно идет наверх. Из этого полы не имеют, да? Ну, так не имеется в виду. И конденсат, и полы, и плесень – это все касается этого момента. Поэтому полы в этом кабинете уже начали менять родители будущих первоклассников. Правда, справиться своими силами они не смогли. Слишком большой фронт работ. Поэтому на ремонт в администрацию города дополнительно выделили 40 тысяч рублей. Отмечу, накануне Владимир Путин заявил, что принуждать родителей к сбору средств на нужды школы – это нарушение закона. Ам тратиться должны лишь бюджетные деньги. На подготовку учреждений к новому учебному году было выделено 20 миллионов. 15 миллионов было выделено на ремонт двух пищеблоков. Это 32-я и 45-я школы. Работы там сейчас активно ведутся. Думаю, повторения ситуации прошлого года по 31-й и 34-й школе не будет. Ремонтные работы в этом году проводятся во всех школах Кирова. На данный момент пока принято 27 школ. Но к 1 сентября, обещают городские власти, все учреждения будут готовы. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Даниил Кочкин. Бюро новостей Довича. Прогноз неутешителен. По предварительным данным синоптиков, дожди в ближайшие недели не прекратятся. Аграрии в соседних регионах и в Кировской области уже называют ситуацию чрезвычайной. И уже констатируют, того же сена на корм скоту заготовить в нужном объеме уже точно не получится. Под угрозой и посев озимых, и мечты аграриев о светлом будущем их ферм. Подробности далее. Эта поездка в поле сегодня очень важна для директора агрофирмы Коршик. Нет, ничего хорошего в это аномальное лето. Раиф Салихов там уже не ждет. Наоборот, хочет показать все, как есть специалисту Кировского гидромедцентра. Вот, к примеру, поле однолетних трав. До этого года все, что произрастало здесь, с удовольствием кушали крупные рогатые на его племзаводе. Но холодная весна, дождливое лето – и вот результат. Что мы видим? Практически все. Гибель полную. Здесь, здесь уже убирать нечего. Здесь, это поле уже здесь уборке не подлежит. И таких мертвых полей сегодня только в Оречевском районе на сотни гектар. И для этого здесь сотрудник гидромедцентра. Фермерам сегодня необходимо заключение специалиста, что урожай погиб не по их вине, а буквально утонул в дождевой воде. Поскольку сегодня у многих хозяйств договоры на поставку сельхозпродукции с районами, а у тех с областными властями не выполнят в полном объеме, лишатся главного – помощи от государства. Все равно у нас есть планы по поставке молока, мяса, по производству зерна. Поэтому если при невыполнении этих условий, нас просто снимут все субсидии. А субсидиями у нас, у нас одних кредитов набрано. Не будь этих субсидий, как хозяйству вообще жить. Когда торт кончится, Алексей Алексеевич? Да. В думах о заготовке кормов министр сельского хозяйства области Алексей Котлячков вздыхает. Сегодня тяжело, но уверяет, панике подаваться не стоит. Все-таки сочных трав уже накосили на 51% от необходимого объема. А вот с заготовкой сена в этом году проблемы действительно имеются. На данный момент заготовлено всего 28% от плана. Это в целом по региону, а в Шабалинском и Налинском районах цифра и того меньше. Скошено всего 9% от планируемого объема. Разве что на юге ситуация получше. Одним словом, скотину фермеры прокормят, уверен Котлячков. Другое дело, что рост поголовья скота и его производительность на достигнутых уровнях удержать будет сложно. Корма надо много готовить. Тем более, что скот высокопродуктивный. Год из года продуктивность повышается. Естественно, повышается и потребление этими животными корма. Сена мало. Но в практике в моей бывало и соломой овсяной кормили, когда они всегда же готовили по техническим причинам. Но в министерстве не исключают, что помощь аграриям все-таки потребуется. Возможно, некоторым придется докупать тот же корм в других регионах. Но о суммах, пока говорить рано, считает Котлячков, будет видно осенью, после основной заготовки кормов. Дмитрий Житарчук, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича. Глава администрации города Александр Перескоков попал в рейтинг мэров России. По итогам работы за июнь и июль он оказался на 86-м месте из 88-ми. Такие данные опубликовали в Центре информационных коммуникаций «Рейтинг». Обогнать Перескокову удалось только глав Волкограда и Омска. По мнению экс-депутата областного ЗАГС Собрания Дмитрия Русских, цитата, «В городе нет дорог, в плохом состоянии находятся газоны, город не пострижен, не прибран, отсутствует инфраструктура как таковая. При всем желании ничего положительного в связи с деятельностью Перескокова не вспоминается». Конец цитаты. Стоит отметить, что глава города Кирова Валерий Владыкин в рейтинг мэров России вообще не попал. Отремонтировали общими усилиями. Сегодня было проведено грейдирование проезда к домам по улице Мебельщиков. Работы не потребовали никаких затрат из бюджета и были проведены силами администрации города, активистов и местных жителей. Чиновники выделили асфальтовый гранулят, который был получен при фрезеровании дорожного полотна в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Общественники помогли с техникой, а жители лопатами раскидали материал по ямам и выровняли обочины. В администрации города считают, что это покрытие прослужит долго, так как грузовые машины по улице Мебельщиков не ездят. «Я думаю, что если его поддерживать, мы с подрядной организацией проговорим, чтобы вовремя проводили грейдирование. В принципе, я думаю, что на протяжении двух-трех лет данное покрытие будет служить. Потом только необходимо будет его подправлять, добавлять материалы. Группа муниципального контроля приняла ремонт улицы «Северное кольцо». Отмечу, улица считалась одной из самых разбитых в городе. Протяженность отремонтированного участка составила почти полтора километра. На ремонт ушло больше 30 миллионов рублей. Начальник дирекции дорожного хозяйства Андрей Менькин оценил проведенный ремонт на оценку «Хорошо». О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кировской области по итогам первого полугодия промышленное производство выросло на 3,3%. Об этом сообщают в Кировстате. Рост обусловлен за счет увеличения выпуска продукции в обрабатывающих производствах, пояснили ведомстве. Кроме того, производители региона увеличили выпуск бытовых стиральных машин и электромясорубок. Также существенно выросло производство пшеничной и пшенично-ржаной муки, свинины, шоколада и сливочного масла. В Кировской области отмечен рост активности клещей. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре. Так, за прошлую неделю от них пострадали 415 человек. Это на 4% выше уровня предыдущей недели и на 35% выше аналогичного периода в прошлом году. Между тем, в целом число обратившихся за медпомощью в связи с укусами клеща остается ниже, чем в прошлом году. Причем разница более чем в полтора процента. По данным, на 31 июля клещи покусали почти 9 тысяч кировчан. Кировчане вновь смогут летать в Перми, Нижний, Новгород. Рейсы в этих направлениях из Кирова возобновляются. Об этом сообщают в Победилово. Известно, что рейсы будут выполняться трижды в неделю. Полеты начнутся 16 августа на 17-местных чешских самолетах. Ранее из Кирова в Перми Нижний летала компания «Декстер». Но в июне этого года она отменила. Эти и ряд других рейсов из-за прекращения федерального субсидирования. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Последний месяц лета пройдет по-новому, что изменится в России в августе. На снос денег больше нет, когда в Кирове ликвидируют заброшенные аварийные дома. В Курске завершился Кубок России по картингу. С какими результатами вернулись кировские спортсмены? Это «Давичи» и мы продолжаем. Пустые и аварийные дома в Кирове будут снесены. Об этом рассказали в администрации города. Сейчас в Кирове около 30 зданий, которые представляют угрозу для населения. Они создают пожарную опасность и могут служить пристанищем для лиц без определенного места жительства. С начала года в Кирове было снесено 15 домов, но этот процесс идет медленно. Связано это с финансовыми трудностями, объясняет Андрей Кошурников. Стоимость сноса одного здания составляет более 400 тысяч рублей. До конца этого года, как уточнили в администрации, освободится еще около 100 домов. Сносом этих и других пустующих зданий в мэрии займутся уже в следующем году. Работы по очистке территории от старых домов осложняются и тем, что часто бывшие жильцы остаются прописаны в этих квартирах. Поэтому снос аварийных зданий также откладывается. К сожалению, в некоторых домах еще остаются помещения, по которым собственники не приняли решение. Или наниматели, которые не желают покидать данный аварийный дом. И данная процедура выкупа или расторжение договора социального найма по этому объекту, по аварийному, и заключение договора социального найма по уже не по аварийному объекту, по новому подняющемуся, происходит судебно-порядке. Индексация пенсий, контроль за лифтами и новые акцизные марки. В этом месяце в силу вступают сразу несколько изменений закона. О каких новинках следует знать кировчанам, расскажем в сюжете. Больше 12 миллионов работающих пенсионеров во всей России с сегодняшнего дня начнут получать более высокую пенсию. При этом никаких заявлений в пенсионный фонд подавать не нужно. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности. Размер прибавки привязан к размеру зарплаты работающего пенсионера. Правда, сумма, на которую могут увеличиться выплаты, ограничена и составит не больше 236 рублей. Еще одно изменение августа касается лифтов. Они должны стать безопаснее. Согласно новым правилам, в каждой управляющей компании должен быть специалист, который отвечает за лифтовое хозяйство. Механики могут приступить к работе только если у них есть профильное образование и они прошли специальный экзамен. Обновиться в августе и порядок возмещения затрат на приобретение средств индивидуальной защиты для работников, которые заняты на вредных и опасных производствах. Необходимо знать, что спецодежда, спецобувь должна быть сертифицирована. Соответственно, на сертификате соответствия должен стоять соответствующий штампик о том, что она сертифицирована и соответствует требованиям ТРТС-019. Ну и, соответственно, изготовитель одежды должен быть отечественным. Изменения ждут и предпринимателей, которые занимаются продажей крепких напитков. 31 августа истекает срок, когда можно торговать алкогольной продукцией, маркированной акцизными марками старого образца. Подорожает ли в связи с этим сам алкоголь, пока неизвестно. Сегодня стало известно, что полузащитник родины Сергей Обухов покинул Кировский хоккейный клуб. Он подписал контракт с «Динамо-Казань». Уже на следующей неделе он отправится на сборы с казанской командой в Зеленодольск. 2 августа в Федяковском поселении Кирово-Чепецкого района пройдет чемпионат области по спортивному туризму. Передвигаться спортсмены будут на лошадях. Наездникам предстоит пройти несколько дистанций. Короткую с преодолением технических препятствий – это 2 километра. И длинную дистанцию с ориентированием до 20 километров. Завершающим этапом станет контроль аллюра. Это вид походки лошади – шаг, рысь или голоб. Итоги чемпионата Кировской области по спортивному туризму подведут 4 августа. Победителей в каждом виде дистанции наградят медалями и грамотами. Кировские спортсмены вернулись с наградами из Курска. Там проходил заключительный этап Кубка России по картингу. Наш город на этих соревнованиях представляли три участника. 18-летний Андрей Часников и 9-летний Сергей Коротких принесли в копилку своего клуба первое и второе места в классах «Национальный» и «Пионер». Михаил Васильев занял шестое место в классе «Кадет». Эти классы различаются мощностью, картам и возрастом гонщиков. Также Андрей Часников выполнил еще и норматив мастера спорта России по картингу. По словам их тренера Сергея Санникова, такой результат от спортсменов был ожидаем. Хотя тренироваться картингистам в Кирове негде. Да и сам этот вид спорта дорогой. Но ребят это не пугает и желающих заниматься картингом в Кирове много. У кого-то скорость, у кого-то технические проблемы. Научиться там, разбираться в двигателе. Кому-то делать нечего. Ну, всякие бывают. Кто-то мечтает всю жизнь, допустим, с пяти лет стать гонщиком. Сейчас же «Формула-1» показывает у нас по телевизору. И вот они все смотрят. А «Формула-1» все гонщики начинали с картинга. Все. Таким был этот вторник, 1 августа, глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго. До свидания. Образ ведущих – шоу-ром «Девичий рай». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...